В Ботаническом саду вода доказывает, она одна из сильнейших стихий. Пруд начинает размывать дамбу, и она сползает во враг. А ее укрепление – это один из важнейших этапов реконструкции Ботанического сада. Еще 15 лет назад эта дорога была ровной. Она очень важна, именно по ней спецмашины добираются до дальних уголков сада. Чтобы укрепить дамбу, подрядчики установят 35 железнобетонных свай длиной 11 метров. В укреплении нуждается и забор, который является исторической ценностью. Всего обновят 2,5 километра ограждений. Мы первое дело по московскому шоссе – это оставляем тот забор чугунный, который есть. Только мы его красим, приводим в порядок, делаем новый фундамент, потому что пойдете увидеть, он весь покосился в разные стороны, и вообще он может скоро упасть. В саду отремонтируют дорожки, те, которые многими годами были натоптаны посетителями. Их засыпят песчаногравийной смесью. Привычные маршруты сохранятся, плюс добавится 10 зон. Каждая из них будет посвящена одной планете Солнечной системы и будет выполнена в цветовой гамме в соответствии с названием. На свободных площадках, куда приходят существующие тропинки, мы сделаем некие зоны сосредоточения на территории Бетанического сада. На них мы сделаем некие, так скажем, малые архитектурные формы растительные. Это будут, ну, возможно, эридарии, розарии. Также вдоль основных дорожек появится освещение и систему видеонаблюдения. Все работы подрядчики проводят под чутким руководством работников сада, которые следят, чтобы не пострадало ни одно из трех с половиной тысяч уникальных видов растений. Все работы, которые здесь проводятся, под нашим неусыпным контролем. Мы заинтересованы, чтобы ни одно растение не погибло. И, конечно, мы постоянно ходим и за подрядчиками, и они за нами, постоянно контролируем, советуемся, обсуждаем все эти вопросы, вопросы сохранения растений. Все работы включены в первый этап реконструкции сада. Продлится он до конца года. А открыть двери для посетителей обещают весной 2018 года. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.